Короче говоря, голосование. Пейте сок Путина Кок, Камшотер, твою мать. Мне кажется, или это про делки Навального? Выборы, выборы, кандидаты. Дисклеймер. Мне правда хочется верить, что когда-нибудь, надеюсь, в недалёком будущем подобные вставки в начале не будут нужны от слова совсем. Но пока что среди нас, к сожалению, есть огромный пласт населения, который не выкупает иронию. И уж тем более люди, которым может что-то не понравиться в обычном шуточном ролике, который вы, собственно, увидите далее. Поэтому, поверьте, не от большого желания, я вынужден подметить, что этот ролик всего лишь шутка. Он не имеет ничего общего с реальными событиями и уж тем более с моими взглядами. Я просто иронизирую, играя в компьютерную видеоигру. Я никого ни к чему не агитирую и уж тем более не заставляю сделать какой-то выбор. Хотя поверить очень хочется сказать, что типа не надо, не голосуйте за поправки. Единственная цель, которую преследует это видео, развлечь вас. А справился я с этим или нет? Пишите после просмотра в комментариях. Всем привет, с вами Витёк и прошлый раз я играл в GTA 5 первый раз. Вы могли это видеть на моем канале, если еще не смотрели, то по ссылке в описании, по подсказочке или по аннотации в конце можете перейти и глянуть. Тогда я играл со своим другом Кириллом, вот. Мы с ним это делали, устраивали какую-то околоролевую игру. Короче, опять же, лучше вам увидеть все своими глазами. Потом еще и трек вышел по вашим комментариям, которые были под тем роликом. Сегодня мы продолжаем подобную движуху. Вот, пока Кирилл ушел в запой или где он, я не знаю, ко мне присоединился кангаск Павел. Павел. Да, здрасте. И сегодня мы тоже устроим какую-нибудь ролевуху. Вот, я очень люблю подобный трэш. Значит, смотрите, этот ролик должен выйти либо чуть раньше 1 июля, либо чуть позже. Но, суть, вы поняли. Все прекрасно знают, что будет в этот день. Поэтому сегодня мы будем кататься по карте GTA 5 в онлайне в поисках избирательного пункта. Короче говоря, голосование. Мы абсолютно обычные избиратели, граждане России. Вот, ничего такого, как в прошлом видео не будет, что типа, Кирилл президент, а я его охранник. Мы обычные люди. Мы ищем избирательный пункт, куда можно бросить бюллетень, оставить свой голос. Потому что что-то не работает вот эта вот тема с голосованием через госуслуги. Ну, как обычно, у нас все через самое лучшее место делают. Мой друг Павел, как вы думаете, где же могут быть эти точки, эти пункты? Ну, я даже не имею понятия. Надо пойти и посмотреть самим. Избирательные пункты, они как бы разбросаны по всей карте. И нам нужно заглянуть в каждый из них. Отлично, я так понимаю, это первое. Бейте сок Путина кок, будете вы молоток. Да. А это, наверное, сотрудница из Госдумы. Да, да, да. Здравствуйте, а вас не смущает, вот как работника, все-таки, поправки в Конституцию? Анна Михайловна, давайте попробуем ее показать ей. Она, наверное, не знает, что в стране происходит. Зачем ты ее напугал? Теперь она убегает. Анна Михайловна. Ладно, поищем еще одну Анну Михайловну. Что? В смысле, недостаточно средств, у меня деньги были. Какого дьявола? Ты здесь шумишь. Короче, да, у меня все деньги на карте, вот, поэтому не получилось отвезти Анну Михайловну в какой-нибудь глубокий город Россию, чтобы там посмотрела, как там все живут. Ну, ладно, давайте вернемся к голосованию. Я так полагаю, это первый избирательный пункт. Мне тоже так кажется. Так, как бросать бюллетень? А где кабинки? Вот знаешь, вот заходишь в это место, на избирательный пункт, такое ощущение, что твоя свобода ограничивается как-то, да? Ну, я думаю, это можно исправить. Вы знаете, как голосовать? Да мы не собираемся стрелять, голосовать как. Что? О, гад, господь, бог, это я понимаю, что у нас, конечно, эта церковь сотрудничает с правительством, но смотрите, вы пока зайдите, разведайте обстановку, а я попробую посмотреть, может быть, что-нибудь еще вокруг. Он еще гестит? Извините, это на благо государства. Я верну потом. Интересно, вам не дадут погрессовать или нет? Не знаю, может быть, бюллетени спрятались за огнетушителем? Ого, что? Ведь вы паскудник. Смотрите, за огнетушителем, по-моему, что-то есть. Возможно, мне показалось. Амунация не работает, ну что ж такое, ну что ж такое. Ну, какой пункт избирательный не работает. А нам обещали, как бы, что все будет нормально, все будет идеально, никаких проблем голосовать. Чеки кабанчики. О, это хейтер, он не голосовал за Путина. Вернись, вернись за ним. Поддонок. Вот что бывает, если не голосовать, ребята, как бы держите в голове. Кажется, я вижу лучший транспорт в этой игре. Да жусь, погнали. Бл***ь, нет, стой, камшотер, твою мать. Да не льедь. Значит, менты трахнут, да я сяду. Да ты заманал. Выбесил меня, значит. Это очень грубое отношение с избирательным, как бы. Я сейчас приеду за вами. Обер заказывали? О, господи. Только не стреляй. Опять Тони Старк меня заиколюбывает. Где же демократия в России? Вот у нас просто не за что. О, машина. Вот, 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 видите, сейчас машина неожиданно появилась. Это потому, что у нас в России самый качественный автопром. Машины из воздуха появляются. О качестве их, конечно, можно говорить бесконечно, но сам факт. Это уже прорыв технологии. За нами за что полиция-то гоняется? За то, что мы не голосуем, или что? Слушай, да, да. Мы, походу, вот... Мы не можем просто полицейским объяснить, что еще не нашли, как бы, избирательный пункт. Они не понимают, поэтому гонятся за нами. Хотят, наверное, насильно загнать. Может быть, наркотики подбросят. Может быть, дубинками и забьют. Мне нравится моя идея. Прямо жестко, конкретно толкаю всякую политическую движуху в ролике про игру. Да, ладно. Чипсы от Медведева. Самая вкусная еда. Кто не верит, тому... Потом будет плохо. Вот полицейский... Произвол в России. Ты понимаешь? Почему он сейчас проскользил? Полицейские, мне кажется, тоже тут очень прогрессивные, потому что они умеют буквально скользить по поверхности. Как на коньках, только без коньков. Без льда. Мне кажется, или это проделки Навального? Митинг какой-то, что ли? Это я их водой разгоняю в митинг, понимаешь? Я пока сниму денег. Ну вот что эти вот Навальня-то вышли, я их разгоняю. Я надеюсь, ты умрешь в самой страшной смерти. Советую тебе, знаешь, что сделать? Отъехать подальше. Алла, я в бар. По-моему, товарищи полицейские немножко упоролись. Да уж, они друг друга давят. Короче, в этот участок есть только один способ проникнуть. И кажется, я знаю, какой. Кто никогда не голосовал, тот какашку целовал. Мы едем к следующей точке. Кстати, друзья, если вам понравился интерактив, где я делал трек про ГТА из ваших кометов, и вы хотите новый, можете об этом написать в комментариях. Я тогда буду думать. Можете сразу же писать рифмы, я буду делать трек, но это будет зависеть от вашей активности. Но пока первостепение, другая движуха, которую я вел под одним из недавних роликов, где я рассказывал про свой выпускной, можете под этим видео написать, под другими, под непосредственно тем, какую-нибудь идею для короткого скетча. Я буду снимать скетчи на основе ваших комментариев. Мне кажется, это круто. Вот какие избиратели, вот видите, люди, не кормленные в России. Россия это как один большой, очень большой Готэм. Выборы, выборы, кандидаты. Потому что в России люди не ругаются. Вот так вот, вот так вот каждому хейтеру Единой России на... Что за дьявол? Это все еще оппозиция, где она? Вот он тут летает, прям справа от этой штуки. Вижу, уничтожаем оппозицию. Ммм, промах. Попробуем еще раз. Вау. Что, я справился? Да, все. Я уничтожил оппозицию? У меня есть как бы правило на воскрывать. Я просто пару лет назад смотрел клипы Юлика, Хованского, Кузьмы. Так они мне понравились, что я думаю, что самое время избираться. Юлик 2018, буду избираться. Попью-ка я водички. Паша рассказал, что он то ли приболел, то ли еще что-то. Горло, короче, болит. Да, есть такое. Ну, мне кажется, это из-за поправок, как бы. Они их пытались запихнуть. А, в горло прям? Да, поглубже. Это было задумано. Я так и понял. Так, надо найти еще что-нибудь. Потому что там в этих маленьких городах ничего нет. Вот аккуратно с такими темами. Где же следующая точка? Как же проголосовать? Не представляете, как хочу поправки. Такая же классная тема. Найти просто не могу место. Что творишь? О, я вижу, афроамериканцы. Извините, как вы можете прокомментировать движение Black Lives Matter? Спасибо. Что? Я, конечно, понимаю, игра 2013 года, но... Как же похорошей у Москвы при Собянии. Согласен, особенно пар Горького. Вот 10 лет назад. Блин, Витя. Такие коты. Любят животные. Коты. Ну, обожают. Ну, что мы узнать, едем, состоял в больном объединении, за рулем, зато евреев на свободе. Пробки Собянинский. Москва. Какого дьявола? Вот это полноэффективное решение, как бы, проблемы с пробками. Лицоем, как на бальном, надо зеленкой. Ближем не маялись дурью, а голосовали. Можно и не зеленка как бы? Ха, можно и не зеленка. Твою мать, это Яндекс.Погода. Регулярная половая жизнь доступна только тем, кто 1 июля пойдет и... Проголоснулся, Виктор. Как вы относитесь вообще к положению дела в государстве? Очень бы хотелось принимать в этом положении более активное участие, но... Только пассивное, да? Как ты видел рекламу? Если не голосовать за поправки, то детей из детдома будут забирать гемосексуальные пары. Ты этого хочешь? Лично я хотел бы, чтобы меня забрала такая пара. Ну все, Путин тебя покарает. Как? Как он? Блин, вот это, конечно, сильное заявление. Есть англичане, пишите в комментариях, кто знает, что такое, а как? Ты бы хотел, чтобы тебя из детдома гей забрал? Мечтаю, конечно. Блин, тут, конечно, с тобой одна голова. Одна голова хорошо, а две лучше. Камикадзе, на самом деле, врет все в своих видео, невертимо. Вот он. Что он из себя представляет? Как тряпка. Как тряпка его можно вот так вот болтать. В своей Европе где-то сидит там. Найдите родителей этих ублюдков. Найдите этих ублюдков. Перейдите там все вверх дном. Но накажите, накажите этих мразей. Это животные, которые не достойны жить. Давай, 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 давай. Yes! Убил Навального! Black Lives Matter. Вот видите красные точки на карте? Афроамериканцы опять бунтуют, все громят. Что? Собака. Вот видите, кто у нас едет? Это Ефремов проехал. Надо его уничтожить. Забери его деньги, они пойдут на налоги. Резкая концовочка, потому что ролик и так уже затянулся, но материал у меня еще остался и если вам вся эта движуха нравится, то я буду продолжать, поэтому обязательно пишите об этом в комментариях и я буду остатки монтировать, снимать что-то еще новое для вас и также поддерживайте меня вот в этом стремлении лайками, подписками, если вы новый зритель, тыканье на колокольчик и переходите по ссылкам в группу ВКонтакте и в Инстаграм. А, ну и на новый канал. Спасибо за просмотр, увидимся, пока!